Сегодня в школах республики впервые прошел урок государственности. Занятие приурочено к годовщине всеобщих выборов в ДНР. Детям рассказывали об истории возникновения республики, знакомились с государственной структурой, символикой и многим другим, связанным с их большой родиной. На уроке был и наш журналист Борис Сизов. В Донецком лицее номер 5 появился новый флаг ДНР, правда не тканевый, а сделанный из бумажных ладошек. Фоном для аппликации третьеклассников послужила коридорная стена. Вот такой итог первого урока государственности. Сегодня всех учащихся, от первоклассик и до выпускников, знакомили ближе с историей и сутью ДНР. Для младших детей, для первых, четвертых классов материал подается прежде всего в игровой форме, потому что дети обучаются играя. И, соответственно, обучаясь таким высоким понятием и таким главным, скажем так, с точки зрения их политического образования событием, они тоже узнают через игру. Кто знает, как называется наша большая родина, наше государство? Да, Донецкая Народная Республика. Первоклассники слушают учителя с неподдельным интересом. На партах альбомы с карандашами и книжки о ДНР, подаренные городской администрации в День знаний. В них вся информация, которая может быть интересна маленьким гражданам ДНР. Дети очень заинтересованы, проявляют большую активность. Сегодня, наконец-то, все в конце урока смогли сказать, что мы живем в ДНР. До этого многие говорили и на Украине, и в России, и, собственно говоря, даже не могли высказаться. Однако некоторые дети знают о республике и без того много. В этом, конечно, заслуга родителей. Они мне рассказывают про наше государство, про флаг, про герб. А в старших классах урок проходил в более серьезном ключе. Учеников знакомились с нормативными документами, историческими датами и другими важными фактами. Вы знаете, наш регион очень многоконфессиональный, многонациональный. И все национальности, и все религиозные конфессии, течения очень хорошо уживаются в нашем регионе. Этот урок мы посвятили воспитанию традиции, патриотизма и тому, что каждый гражданин нашего государства, независимо от своего возраста, должен знать историю нашей страны. По мнению старшеклассников, подобные уроки, посвященные осведомлению молодежи, необходимы. Для нашего развития это очень важно, чтобы дети, подростки знали все о нашем государстве намного больше, чем мы сейчас знаем. Возможно, такие уроки станут традицией и будут проводиться ежегодно. Тем не менее, в школах уже занимаются патриотическим воспитанием детей, чтобы привить любовь к родине с малых лет. Борис Сизов, Тимур Колесник, Панорама.